Мы двигаемся дальше, переходим к следующему нашему гостю, он уже у нас в студии, Иван Полупанов, депутат Лисичанского городского совета. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы хотели бы с вами поговорить о наболевшем. Переходим от Азота к Лисичанскому водоканалу и Лисичанскому троллейбусному управлению. Сейчас знаем, что в этих двух предприятиях есть огромные задолженности перед Лео и знаем, что в принципе задолженности хотя бы по Лисичанскому водоканалу должны были как-то решиться. Выделялись деньги, но с этими деньгами что-то произошло и деньги эти никуда не дошли. Что вы об этом знаете? Смотрите, я вам так постепенно расскажу. Да, деньги действительно выделялись и выделялись они не так, как мы хотели. Мы хотели, чтобы это были целевые деньги, то есть деньги, которые сразу бы пошли на оплату и их нельзя было никуда потратить. Но почему-то большинство депутатов, именно по блоку, решил, что необходимо увеличить статутный фонд предприятия. То есть изменить устал, сделать его больше статутный фонд. И соответственно произошла вот такая вот процедура задержки, пока мы себя не меняли устал, деньги лежали там на счетах. То есть не так произошло все быстро, как бы хотелось. И кроме того, что эти деньги не целевые, то есть директор сам предприятия может потратить эти деньги куда хочет. То есть захочет заплатить за электроэнергию, захочет пустит на материалы, захочет пустит на заработную плату. То есть здесь даже нет гарантии для ЛЭО, что эти деньги, которые выделила сессия, пойдут на оплату электроэнергии. Также интересный вопрос получается по 2 миллионам, которые нам якобы обещала область. То есть приезжал к нам на сессию Юрий Клименко, заместитель губернатора, пообещал, что будут эти деньги выделены. Но, насколько я знаю, на нынешний момент Горбуз так и не подписал данное распоряжение в выделении данных средств. Поэтому получается патовая ситуация. И, насколько мне известно, с 3 числа опять планируется дальнейшее отключение нашего водоканала. Сейчас из-за чего, по вашему мнению, все-таки произошло вот такое не целевое, скажем так, выделение этих денег, а другого вида? И насколько, скажем так, возможно, то, что эти деньги все-таки до ЛЭО не дойдут, по вашему мнению? Понимаете, как бы вам сказать, но это лично мое видение. У нас в городе со стороны большинства депутатов делается такая вот политика. Чем хуже, тем лучше. То есть еще 2 числа июня мы предлагали на сессии городского совета выделить эти деньги, миллион, выделить и заплатить. Но почему-то они отказались. Прошла неделя, за эту неделю, как вы знаете, произошла акция протеста, перекрытия. 10 дней люди сидели без воды. И все-таки не пришли, городской совет, к пониманию, что надо выделить этот миллион гривен. Стоит вопрос, почему они тянули? Почему накаляли эту ситуацию, чтобы в конце концов выделить этот миллион, но опять же, под свои, как говорится, условия. Это уже будут не целевые деньги, а, как говорится, уставной фонд. То есть куда хочешь, туда потратить. То есть это делается для того, чтобы накалить данную ситуацию, чтобы выплеснулась она эти зарамки. И я же говорю, как мое мнение, чем хуже, тем лучше для них. Если говорить о деньгах, о этих двух миллионах, которые обещались областной властью, по вашему мнению, почему эти деньги не были выделены и будут ли они выделены в конечном итоге? Не получится ли так, что расчет был на деньги областной администрации, их не получили, из-за этого, по большому счету, Лисичанский водоканал не сможет выплатить 3 миллиона и будет отключен в очередной раз? Знаете, я вот не могу, честно, не знаю, что у них там происходит в области, но, видать, какая-то несогласованность идет этих замов, губернаторов и остальных служб. Просто могу привести конкретный пример по тому же поведению Юрия Клименко. Это было у нас на сессии, до этого как раз был день Луганщины, и губернатор наградил нашего мэра грамотно за заслуги перед областью. То есть в это время, когда он награждал, город сидел без воды. На сессии я поднимаю этот вопрос, Юрий Клименко выступал, говорю, скажите, пожалуйста, как так получилось, город сидит без воды, а губернатор награждает мэра? Он игнорирует вопрос. Я второй раз его поднимаю данный вопрос. В конечном итоге ему пришлось дать на него ответ, и он сказал, что это губернатор лично решает, кого и как награждать. В то же время мы поднимаем документ, и под наградными этими всеми листами стоит подпись Юрия Клименко. Спрашивается, как так получается? Вот и сейчас он поехал пообещал 2 миллиона, губернатор еще не подписал. Если говорить, знаем также, что есть проблемы с теми же долгами перед Лео и у троллейбусного управления. Тут какая ситуация, насколько плачевна она, и в целом, знаем, что даже не только с Лео проблемы, знаем, что в целом очень большие проблемы у лисичанского троллейбусного управления. Насколько сейчас критична ситуация? А ситуация более чем критична, и сейчас ремонтники подвижного состава, насколько мне известно, они уже начали рассчитываться. То есть троллейбусы, троллейбусы ремонтировать практически некому. Скоро начнут рассчитываться и водители троллейбусов. Более того, по моей информации, насколько мне стало известно, вообще планируется так, чтобы убрать троллейбусы, заменить их автобусами, а имеющиеся контактные сети продать. То есть вот так они находят выход. Не восстановить, не модернизировать, а просто взять, продать, одних уволить, поменять одно на другое. Насколько это будет эффективно и насколько у них это получится, время покажет. Если будет все-таки по этому сценарию, как вы сказали, чтобы просто продавать это предприятие, разбирать, что будет с долгом, который есть перед Лео у этого управления? Не перейдет ли он на городскую власть? Знаете, да, это же троллейбусное управление, это так в обиходе называется троллейбусное управление. Вообще-то это электроавтотранс. До этого было действительно троллейбусное управление, которое имело и долг и перед Лео, и долг перед работниками по заработной плате. Что они сделали? Они его обанкротили, создали новую чистую структуру, без долгов, без ничего. Вот, в принципе, вот такой у них выход и подход. В целом, сейчас насколько сильно выделяется проблема, скажем, коммунальных предприятий в Лисичанске? Насколько плачевное состояние в целом коммунальных предприятий в городе? И насколько сильно решаются эти проблемы в стенах, скажем так, городского совета? Помогают ли, способствуют ли развитию сейчас депутатов городского совета и городской голова? Я понял ваш вопрос. Смотрите, приведу вам, опять же, простой пример. Опять же, по водоканалу, ну, потому что он уже у нас, как говорится, во языцах, этот водоканал. Есть канализационно-насосные станции, которые производят перекачку канализационных стоков. Ну, как я уже неоднократно заявлял, они просто сделают сброс в прилегающие ярки и в реку Северский Донец. Так вот, на одной из сессий я поднял этот вопрос и говорю Евгению Высенку, директору водоканала, что вот, конкретные канализационно-насосные станции, они не работают. Они работают все. Я говорю, конкретно, 9-я канализационно-насосная станция, это пролетария, она работает? Да, работает. В то же время она забита 120-ми гвоздями. Сама дверь забитая. Вот как решаются эти проблемы на сессии, когда поднимаешь вопрос в связи с тем, что у нас меньшинство и их большинство, этот вопрос либо не ставится в повестку дня, либо они голосуют просто против, либо вообще не голосуют. И вот так потихоньку это все умирает. Знаем, что поднимался, доходило вплоть до того, что поднимался вопрос о импичменте городского головы. Вы как к этому относитесь? Насколько это, по вашему мнению, вообще реализуемо? Вы знаете, я к этому отношусь двояко. То есть, с одной стороны, да, этот городской голова, он не просто не вникает в проблемы города, я бы его назвал просто вредителем. А с другой стороны, поменять, как говорится, шило на мыло тоже не вариант. Здесь более, мне кажется, следующий выход необходимый – это создание объединенной территориальной громады. То есть, должна произойти смена полностью всей вертикали нашей городской власти. И мэра, и городского совета. То есть, по вашему мнению, единственный выход – это полная перезагрузка? – Естественно, потому что 24 депутата от АПО-блока, вот вы спросили как раз по импичменту, этот вопрос мы выносили на сессию, его даже не поставили в повестку дня. Депутаты проголосовали большинством – все, мы не ставим. До свидания. Поэтому только перезагрузка полная. – Насколько готов город к такой перезагрузке? Знаем, что, в принципе, процедура непростая, процедура недешевая проведения выборов. И опять же, это на какое-то время оставит город без власти совсем. – Почему? Город останется при власти до момента оглашения результатов очередных выборов, точнее, внеочередных этих выборов, будет действовать нынешний городской совет и городской голова. Только когда будут оглашены результаты, то новый городской совет уже с новым городским голом примут свои полномочия, а этот будет распущен. Насколько город к этому готов? Сложно сказать. Есть более, как говорится, радикальные люди, которые готовы к этому. Есть менее радикальные, но основная, как говорится, основная масса людей, а ей все равно, если честно. Ей все равно. Вот их не трогают, вот они вот как-то вот живут потихоньку. Вот они вот, ну давайте мы и дальше так будем жить. Но это тоже не выход. Если говорить о возможности обращения в Верховную Раду. Вот знаем, что опять же по Северодонецку уже довольно долго тянется процесс, даже хотя бы чтобы проголосовали за перевыборы в Северодонецком городском совете и там городской головы смену. А в Лисичанске этот вопрос даже как-то не поднимался. Планируете ли возможно обращение к каким-то народным депутатам, какое-то содействие в этом вопросе? Потому что, ну вот как вы говорите, опять же, вопрос о импичменте на уровне городского совета никто не примет. Вот как раз вы сказали, что в Северодонецке эта процедура идет довольно-таки долго. Пару лет она уже затянулась, эта процедура. Поэтому я говорю, что необходимо не делать внеочередные выборы, а необходимо создавать объединенную территориальную громаду. При создании объединенной территориальной громады автоматически начинаются новые выборы. Вот и все. Это довольно-таки просто и довольно-таки сравнительно легко сделать. Инициативная группа, которая начнет этим заниматься. Ну опять же, за какие сроки, возможно, скажем так, знаем, что это не такой быстрый процесс, опять же, объединение громады. Знаем, что у нас их в области всего там до пяти. И еще около пяти там стоят на, скажем так, оформлении документов, очереди и так далее. Ну, образно говоря. Сейчас, по-вашему мнению, не дотянется ли нынешняя власть в Лисичанске, не дотянется ли просто, ну, затягиванием этого, откладыванием этого вопроса, просто до очередных просто выборов городской совет и выборов городской головы? Понимаете, это вот такой вот замкнутый круг. Вот по Севердонецку тоже нынешняя власть может дотянуться до очередных выборов. Если мы не начнем ничего делать, она тоже продлится до очередных выборов. Начнем что-то делать, тоже могут затянуть до очередных выборов. Ну, тут, как говорится, чем больше людей, которые будут в этом заинтересованы, чем больше их него энтузиазма, то вполне возможно это переломить. Ну, и возвращаясь немного назад, все-таки к теме, скажем так, предприятий в городе. Знаем, что проблемы есть не только в сферах коммунальных предприятий, есть также и проблемы с отделом культуры и в целом с культурой в городе. Расскажите об этом подробнее. Ну, наверное, здесь надо начать с того, что в последнее время было проведено ряд кадровых назначений на посты директоров, вот директор ЦБС, это централизованная библиотечная система, директор Дружбы и многие другие, ДК и все остальное. Так вот, люди, которые берут новый отдел культуры и назначаются на эти должности, они фактически не имеют профильного образования. Тот же самый директор ЦБС, она имеет образование, если не ошибаюсь, менеджмент, ой, это не директор ЦБС, это директор Краевического музея, имеет образование менеджмент, а в то же время необходимо для занятий этой посадой это историческое образование. То есть, ну, как может быть человек, который занимается менеджментом, занимать должности, которую занимает историка. Последний такой вот интересный пример, это вот на днях произошел суд, вот сейчас вот будем скоро ждать решения этого суда, уже прокурор запросил. То есть, директор Лисичанской художественной школы искусства, она обвинена в уголовном преступлении, тоже вот директор, это культура, наше все, превышение полномочий, плюс она из бюджета при властного более 6 тысяч гривен. То есть, сумма такая вот мизерная, сумма мизерная. И даже вот на это вот идут люди, получают уголовные дела сейчас, и вот ждем, будет решение, если я не ошибаюсь, то 23 июня суд должен уже вынести свое решение. Прокурор запросил там штраф и плюс отстранение от занимаемой должности на 2 года. Какой будет вердикт суда, ну, посмотрим. Насколько в целом сейчас принципиально полезно и продуктивно, скажем так, заводить дела в Лисичанске на тех или иных чиновников, потому что знаем, что в принципе и на городского голову пытались заводить дела, и вроде бы как даже не заводились, но остановились на одном месте, никуда не развивались. Вот насколько, скажем так, сейчас продуктивно работает в Лисичанске полиция и органы прокуратуры? Ну, как бы вам сказать, вот еще один момент, опять же, по суду, опять же, по чиновнику, исполняющей обязанности начальника УЖКХ Елены Еременко. Это опять вот, у вас уже не раз это тоже звучало по программам, снегоуборочная машина, которая 2 миллиона гривен. Вот это все уголовное дело ведется в суде. Ну, что, как говорится, управление жилищно-коммунального хозяйства отказывается от иска на 2 миллиона гривен. То есть, фактически, то, что запросит прокуратура, если сам истец отказался от иска, то есть, это, опять же, условный срок, опять же, штраф, отстранение от занимаемой должности. Все. А, город потерял 2 миллиона гривен. Вот насколько это продуктивно работает? Все зависит, опять же, от нынешней той же самой власти. Ну, если сам потерпевший не хочет возместить себе ущерб и отказывается от иска, то что может сделать та же самая полиция, либо суд? Ну, я хочу напомнить нашим телезрителям и радиослушателям, что у нас в студии находится Иван Полупанов, депутат Лисичанского городского совета. Напоминаю, что работаем мы в прямом эфире, поэтому, если у вас есть свои вопросы, вы можете позвонить к нам в студию по номеру 050-210-08-98 или написать на нашу страницу в Фейсбуке LiveLotLive. Задавайте интересующие вас вопросы, поднимайте тревожащие вас темы, и, возможно, именно таким образом они смогут решиться. Ну, и все-таки, также есть еще одна огромная проблема, с которой, опять же, о которой говорим не в первый раз далеко, даже знаем, что, в принципе, пыталась проблема решиться, скажем так, руками самих горожан, это дороги в городе. Знаем, что огромные проблемы, и знаем, что ремонтировали с помощью там частного предприятия, скажем так, которое там из Северодонецка получило грант, и сейчас перерабатывает там асфальт, и из этого же асфальта делает дороги. Сейчас, изменилась ли ситуация после того, как прошла вот эта акция с теми же покемонами на дорогах нарисованными, изменилась ли ситуация, начали ли все-таки работать, какие-то, скажем так, ремонтные работы нормальные проводить, а не засыпанием там в лужу, просто цемента. Ну, насколько я знаю, ремонтные работы, они-то проводятся, насколько они нормальные, это только может показать время, потому как, вот, они закатали это все, я же не могу сказать, что там правильно закатали, либо с какими-то нарушениями. Факт остается в том, что вот была последняя, внеочередная сессия, было выделено около 1 миллиона гривен, опять же, дорием строю, на проведение дорожных работ. Но, как бы вам сказать, многие компании, которые непосредственно связаны с депутатами нынешнего созыва, городского совета АТАПа-блока, они как раз и являются поставщиками того же самого асфальта. То есть, там все, как говорится, вам подрядик, нам денежку, наша компания здесь будет участвовать. А насколько это качественно, в конечном итоге получается, как мы видим, в прошлом году уложили, в этом году уже все разбито. То есть, по большому счету, сейчас в Лисичанске работает все по системе откатов? Ну, это мое мнение. Это мое такое мнение. По вашему мнению, что может изменить эту ситуацию? Возможно ли то, что сейчас, опять же, в Северно-Ненске проходят митинги, уже не в первый раз по поводу нерабочего азота, и, в принципе, видим, что уже какой-то все-таки контакт появился, выходит власть, отзывается, и возможно ли, что сейчас в Лисичанске стоит заняться тем же и поднимать громаду, скажем так, выходить на митинги и говорить о своем недовольстве теми или иными структурами? Вы знаете, в Северно-Ненске остались хотя бы работающие предприятия, на которых есть люди работающие. В Лисичанске эта база фактически уничтожена. Пролетарий не работает, Лисичанская сода, она полностью под ноль уничтожена. Единственное, что может поднять людей, это как раз коммунальные проблемы, бытовые и все остальное. Но, опять, если исходить из этого, вы помните, когда водоканал был обесточен, воды не было, бастовало микрорайон поселка Шахты Матросская. Но мэр даже не соизволил вместе с директором водоканала приехать к ним на акцию протеста. Это с тем, что директор водоканала еще плюс к этому является и депутатом по округу как раз поселка Шахты Матросская. Они даже не соизволили. Люди два часа ходили по этому пятачку дороги, перекрывая движение. Никто к ним не соизволил выйти. И только когда мы приехали, мы взяли инициативную группу и повезли их в исполком в Лисичанское. Опять же привезли их туда, сами туда зашли, предупредили мэра. И то мы ждали 40 минут, пока месть мэр соизволит, спустится и переговорит с депутатами и представителем людей. Это с тем, что депутат имеет право на внеочередной прием. То есть он должен был сразу отложить все дела, если пришел депутат и требует внеочередного приема и сразу должен был приняться или спуститься к людям, а там было три депутата. Если все-таки воду в очередной раз в начале июля опять отключат, чего ждать, что делать людям и какое решение этого вопроса, этой проблемы видите вы? Вы знаете, это все зависит от того, насколько отключат воду. Если это произойдет на 2-3 дня, то ждать фактически и нечего-то. Люди успеют набрать запасы воды. Как бы сказать, люди наши уже не в обиду им сказано, но привыкли терпеть. Поэтому они 2-3 дня. Но если это затянется больше, то вполне могу допускать, что возникнут стихийные акции протеста. Насколько, по вашему мнению, они могут быть успешными? Опять же, если судить по прошлой вот этой акции, которая не увенчалась успехом, которую даже не посетили городской глава и депутат Лисичанского, ну, глава Лисичанского водоканала. Вы знаете, я даже не могу сказать. Люди у нас не то, что инертные, возможно, они просто боятся. Они, возможно, боятся, хотя отстаивать свои конституционные права, отстаивать свое право на жизнь, на достойную жизнь. Это их право. Ну, получается так. Иван, спасибо вам за то, что пришли сегодня к нам в студию. Я напомню нашим телезрителям и радиослушателям, что у нас в студии был Иван Полупанов, депутат Лисичанского городского совета. Редактор субтитров А.Семкин